Ну что, всем привет! Меня зовут Ирина Третьякова и добро пожаловать на мой канал Петельки Радости. Поехали! Поехали! Заключается в том, что сколько я смогу связать за час. Я возьму три процесса разных. Благо у меня начато знаете сколько? Не знаю, наверное, процессов шесть или семь. Я вам все даже их не показываю. В общем, короче, я беру три процесса вязальных и буду проводить эксперимент, сколько я смогу связать того или иного изделия за час. Посмотрим на мою скорость. Я не буду спешить. Я буду вязать в обычном для меня режиме. Посмотрим вообще. Посмотрим, как я вяжу. И какие-то будут выводы, наверное, в конце уже этого видео. У нас сегодня 16 марта. Время ближе к вечеру уже. Я вернулась домой. У меня есть пару часов. Я начну сегодня снимать это видео. А закончу, скорее всего, наверное, завтра. Ну и выйдет на канал либо завтра, 17 марта, либо в субботу, 18 марта. Я надеюсь, вам будет интересно. Может быть, вместе со мной вы проведете такой же эксперимент. Ну и все выводы мы уже обсудим в конце этого видео. Вы слышите? Слышите это? Они пришли поесть. Ну что за мои кошки? Я не знаю. Вот пока я крутилась здесь на кухне, никого не было. Только я пришла и прям села снимать видео, вы здесь. Хвостики. Ну, короче, друзья, я начинаю. Вам приятного просмотра. Берите чаек, кофеек, вязание и давайте повяжем. Вместе и с радостью. Здрасте. Итак, я подготовила три процесса. Три плечевых изделия, на которых, собственно, я буду проводить эксперимент. Сейчас я вам их более подробно и близко покажу. Первый процесс. Это свитер для мужа. Наверняка вы все его видели на просторах YouTube. Есть этот мастер-класс в свободном доступе. Свитер из сериала «Брат». Помните? Он так и называется «Свитер-брат». Я вам хочу сказать, что это такой у меня долгоиграющий процесс, несмотря на то, что он достаточно быстро-то вяжется. Он вяжется в три нити. Нитка здесь у меня получается Ализе Супер-классик. 25. Так, сейчас более подробно. 75% акрил, 25% шерсть. Нитка, в принципе, мягкая, приятная. Я вяжу в три нити. В одном мотке у нас вообще получается 280 метров. Я вот уже не помню, точно такая же нить была в мастер-классе или я взяла какую-то подобную. Нужно будет посмотреть. Давно я начала это изделие, месяца три назад. И вот всего лишь сколько я провязала. Объясню почему. Потому что вяжется в три нити для моих рук почему-то это большое напряжение. Мне прям начинают болеть пальцы, мне тянет шею. И я прям вот вяжу, три рядочка провязала, бросила, три рядочка провязала, бросила. И то, когда у меня нет другого вязания под рукой. Ну, почему-то никак. Ну, надеюсь, что потихонечку я его довяжу, потому что муж его хочет, просит, ждет. В общем-то, вот так. То есть, этот свитер я беру в эксперимент, чтобы хотя бы сколько-то провязать. Точнее, не сколько-то, а целый час. И на нем будет заметно. Явно потому что здесь такая вязка крупная. Правда, я уже забыла рисунок. Буду вспоминать. Так, это первый проект. Второй проект. Второй проект. Это кардиган для мамы. Тут у меня спицы немножечко коротковатые. Уже тросики все позаканчивались на мои проекты. Это кардиган для мамы. Точно такой же, как красный кардиган в прошлом видео. Я и решила связать вот такой серенький. Пряжа хорошая получилась в этом наборе. Почему так говорю? Потому что, наверное, в следующем видео расскажу вам о некотором разочаровании в этой пряже. Но вот конкретно серая фиджа оказалась неплохая. Это фиджа. Вы уже, наверное, все в прошлом видео видели. Фиджа. 95 метров получаются у нас в 50 граммах. Так, и по составу у нас здесь... По составу у нас... По составу здесь 20% шерсть мериноса, 60% хлопок и 20% акрилов. Вот так. Это троицкая пряжа. Ну, тут все понятно, да? Сейчас я вяжу кокетку. Ой, господи, кокетку совсем заболтала. Сейчас я вяжу реглан. Мне еще примерно нужно будет 15 сантиметров провязать реглана. Вот, с прибавками. Поэтому здесь еще будем учитывать, что каждый третий ряд у меня прибавляется еще 8 петель. Вот. Это второй проект у нас получается. И третий очень красивый, но тоже долгоиграющий проект у меня. Уже вяжу его месяц и тоже в час по чайной ложке. Посмотрите, какая красота. Это просто что-то с чем-то. Я мечтала о таком свитере. Пока вы мне не спрашиваете о мастер-классе, потому что я хочу его довязать. Если все будет хорошо, если все получится, тогда я вам порекомендую мастер-класс обязательно. О таком свитере я давно мечтала. У всех мастеров он называется по-разному. Конкретно у этой девушки, которую я покупала, он называется Кассандра. Можете, в принципе, посмотреть в другой соцсети по названию. Да, этот мастер-класс, если заинтересовал. Также я видела у другой девушки название Шарпей. Она вяжет их на заказ. Очень активно эти свитера. Причем стоимость этого свитера от 12 до 14 тысяч. Ну, если заказать его на заказ. Сделать заказ, да, на него. Ну, тут достаточно дорогая пряжа. Это силк мохер. Мохер на шелке. 210 метров в 25 граммах. 75% кид мохер получается здесь. Вот, пряжа мягкая, приятная, классная. Я ее заказывала на официальном сайте производителя этой пряжи. Ну, вот, собственно, здесь есть даже название на моточке. Что здесь, в чем сложность у меня была. Вот эти вот дырочки все-таки у меня отверстия получаются. То ли я плохо косо стягивала, то ли что. Они вот здесь все равно вот где-то виднеются. Я надеюсь, что это уйдет после ВТУ все дело. Либо как-то я это замаскирую. Перевязывать уже не буду. Мне кажется, все достаточно симпатично смотрится. Вот. Но что хочу сказать. Вяжу я его давно. Месяц, наверное, уже. И прям вот нет такого, чтобы я села его. Сначала, да, прям вязала его в запой, как говорится. Да, за один ветер провязала его достаточно много. А потом что-то забросила, забросила. Мне нет, хотя я мечтаю об этом, свитер. Я его обязательно довяжу. Но вот вязать все-таки из такой ниточки, я не могу сказать, что прям мне прям вау класс. Вот. Слишком тонкая или, не знаю, сказит. Я вяжу на деревянных вообще невозможно спицах вязать. На металлических удобнее, конечно же. Ну, в общем, посмотрим, сколько я свяжу за час. Так, ну все. Это моих три проекта, которые я беру с собой в игру. Сейчас я прикреплю маркер на последний провязанный ряд. На каждое изделие. И начну. Так что присоединяйтесь. И погнали проводить эксперименты. Это же тоже здорово. Маруська. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мася. Мася. Кс-кс-кс-кс-кс. Обиделась, что я с ней не играю. Ещё вам знаете, что хочу показать? Вот Маруся обиделась. Если я не уделяю внимания, она вот так разворачивается и лежит обиженная. Но никуда не уходит. Так, ну что. Я прикрепила маркер на последний связанный мною ряд. Включаю секундомер. Чтобы у нас было здесь уже потом ровно час. Включаю фильм. И поехала. Остановила я всё-таки секундомер на немножко, чтобы показать вам вот такой косяк, который встречается в этой пряже периодически. Вот. Видите? Нитка без пушка. То есть вот пушок, а вот кусок нитки, который вообще голый. И я уже с этим сталкиваюсь не первый раз. И в первый раз, когда я вязала жёлтый кардиган, я решила, что ничего страшного. В итоге это очень заметно в полотне. Прям вот такая белая полоска получается. Поэтому я сейчас распускаю немножко обратно. И хочу вам показать, что придётся мне всё это дело... То есть сейчас мне придётся этот кусочек вырезать. Вот он. Вот видите, какое достаточно фокусирующее. Очень просто это заметно. Поэтому придётся мне соединять нить. Как я нить соединяю шнурковую, я вам уже показывала. Видео тут есть у меня на канале. Очень хороший способ. Для всей шнурковой пряжи подходит. Что бы без узёлку? С помощью иглы. Вот. То есть мы... На это внимание, наверное, заострять не буду. Если интересно, можно в шоте есть видео. И просто есть видео по соединению петель. Но вообще просто... По соединению нитей. Но вообще, конечно, просто не очень приятно, когда в пряже всякие узелки или вот такие какие-то недочёты встречаются. Но это такая бюджетная пряжа. Поэтому особо, конечно, я на неё и не рассчитывала, что она будет супер какая-то пупер. Поэтому ничего страшного. Сейчас всё сделаем. Вот. Ну и поехали дальше снимать. А не снимать, а играть на время вязания. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что, первый проект я провязала 60 минут. Даже вот на 29 секунд больше. Ну, просто, чтобы ряд закончить. Сейчас посмотрим. Сразу скажу, что здесь очень много петель. Почти что 250. Просто сейчас не видно, так как спицы... Ну, этот тросик не очень большой. Вот, собственно, что мы провязали. Получается 4 сантиметра. Но хочу уточнить, что полотно достаточно большое. Здесь не видно. Ну и плюс ещё, конечно, в каждом третьем ряду прибавки. По 10 петель. В ряду получаются прибавки 8. Пришло кусочки, говорила. Но нет, 10. И что хочу сказать. Прибавки неудобно делать с изнаночной, конечно, стороны. Но раз 6 рядов так получается. Вот. Плюс пришлось 2 раза отрезать и присоединять нить. Первый раз останавливала таймер, а второй не стала уже останавливать. Собственно, немного. Я думала, что я больше провяжу за час, если честно. Ну, вот. Вот. Вот это получается. Вот такой вот кусочек провязан за час. Ну, вязала опять-таки. Не спешила. И сразу хочу сказать об ощущениях, пока не свежи. Мне не понравилось быть привязанной к таймеру. Потому что я постоянно смотрела на таймер. Это вызывало какое-то напряжение все-таки. И напрягало то, что я не могу встать попить водички, например. Да? То есть я привязана к месту. Это, конечно, не очень удобно. Вот. Но, тем не менее, час пройден. И вот такой 4-сантиметровый кусочек связался. Вот. Поехали дальше. Слопаю яблочко и берусь за второй проект. Спать, если честно, хочется. Погода у нас, серость. На ничего. Так, ну что. Берем следующий проект. Свитер-брат. Надо бы вспомнить, как он вяжется, конечно. Сейчас я вспомню. Ну, будем вспоминать. Надеюсь, у меня все получится. Берем второй телефон. Делаем сброс. Ставим. Старт. И погнали. Дальше городских. Поехали. Два ряда всего провязала. Сразу хочу сказать, что... Сейчас, стоп, поставлю. Уже устала у меня шея. Уже устали руки. Прям вот. Я даже не могу понять, как я раньше столько вязала шапок с перуанской шерстью. А раньше я их очень много вязала. Раньше я их очень много вязала. И на заказы, и себе, и в подарки. Собственно, с этого началось мое вязание. Но, наверное, это уже отдельное будет видео. Вот. Короче. Ну, я довяжу этот час, скорее всего, с перерывчиком. Потому что тяжко мне прям. Шея тянет сильно. Ну, ничего. У тебя получится. Поехали дальше. У меня слово «поехали сегодня и погнали». Прям слово «поразит». Девчонки, признаюсь, короче... Ой, чуть не уронила кофе. По кофейку давайте выпьем. Пожалуюсь. Не смогла час я провязать свитер «Брат», который очень мне тяжело шеи, плечам, рукам. Все заболело. Бросила. Полчаса провязала. Полчаса теперь уже завтра, скорее всего, будут довязывать. Не знаю вообще, как я буду довязывать этот процесс. Вот вообще не знаю, честно. Так тяжело. Мне прям рукам прям больно. Вообще прям не ожидала. Так, ну что. Час пройден. С перерывом по полчаса вязала я, получается. И вот такой кусок я провязала. Сейчас замерим. Так, шесть. Что шесть? Неправильно говорю. Почти девять сантиметров. Почти девять сантиметров. Это спинка. Вот не пойму, что тут у меня за такой излом. То ли потому, что, знаете, рука поменялась. Тут немножко стянулось. То есть до этого вязалась. Потом. Надеюсь, что вот это выпрямит. Вот такой свитер. Очень мне его тяжело вязать. Еще раз скажу. Не могу объяснить. Тянет все. Вот. Но мужу очень он нравится. Так что придется как-то довязывать. Опять-таки, пока ощущения свежи, значит, не нравится мне на время вязать. Однозначно. Очень приятно, когда ты расслабляешься под фильм, под видео какое-то с ютубчика. И вяжешь, несмотря на время. Когда у тебя есть ограничения по времени, ты постоянно как-то посматриваешь. Ну и честно, мне хотелось, чтобы быстрее этот час закончился. Потому что, прямо вот честно говорю еще раз, шейку мне тянет это вязание. Но как-то буду мелкими перебежками его довязывать. Мне было сказано, чтобы к осени. К осени, я думаю, свяжу потихонечку. Вот. Ну и теперь к самому красивому моему зефирчику. К моему очень долгожданному процессу. Сейчас буду переходить. Увидимся с вами дальше уже. Вот она моя нереальная, неописуемая красота и нежность. Долгожданный процесс. Я неправильно выразилась. Долгожданный свитер. Мне очень хочется такой свитер. Давно я его очень хотела. Обрадовалась, что появился мастер-класс. Но сам процесс, как я уже говорила, меня не сильно затянул. Вот это моя ошибка. Мне нужно было изначально не кидаться в другой процесс. Пока мне вязался этот хорошо, нужно было его дальше и продолжать. Но так как я что-то решила резко связать кардиган красный, я перекинулась на него и вообще на кардиганы, на все. Поэтому этот свитер я забросила. Но я обязательно его выполню в ближайшее время. Так, вот такие зеленые маркеры я приготовила. Сейчас прикреплю на последний ряд, который у меня был провязан. И засекаю время, начинаю вязать. Не беру красный, потому что у меня вот здесь свои пометочки для рисунка. Так что обязательно будет у меня эта нежность готова. Вот. Ну а сейчас пока поиграем. Девочки, всем привет еще раз. Сегодня у нас понедельник, 20 марта. Я хочу быть честной с вами. Я не записала, не провязала по игре все свои проекты в пятницу. Поэтому... В пятницу, кажется, я снимала, да, видео? Поэтому я сегодня делаю еще одно включение лицом к лицу, так сказать. Поздороваться с вами. И рассказать, что сейчас я уже, как и показала в предыдущем видео, кусочке видео, приступаю к вязанию этой зефирки. Но только посмотрите, какая она классная. Свитер мечта, конечно, моя. Я обязательно его довяжу. Он просто потрясный, потрясающий. Посмотрите, как он. Просто супер. Я надеюсь, видно. У нас опять сегодня пасмурно. Я уже включила все лампы, все свет. Весь свет. Но все равно достаточно так темновато, мне кажется. Ну, ничего. Буду вязать. На выходных я не вязала на игру. А, нет, вру. На выходных я вязала кардиган. И там я сделала пометочку. На час тоже засекла время. И провязала, посмотрела, сколько я провяжу рукав. Еще не вот то, что я вязала реглан, да, в начале этого видео. А еще я плюс засекла, сколько я провяжу рукав. Ну, сравним в конце видео, покажу вам. Снимать ничего не снимала. Такое не очень было у меня состояние какое-то. Погода, весна, не знаю, перепады давления. Вот, возраст, не знаю, что. В общем, как-то я полулежа-полусидя. Вот, поэтому... Но я практически связала весь кардиган, осталась планка. Я вам в конце видео это все покажу. А сейчас, конечно, время этой красоты. Так что засекаю час. Наливаю себе сразу кофеек рядышком, потому что, честно, хочется уже подремать. Но времени нет. Вот, поэтому наливаю кофеек. И поехала вязать. Поехала. Пошла. Тоже неправильно. И начала вязать. И давайте начнем вязать вместе. Ну, короче, берите свое вязание. Будем вместе вязать. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, час пролетел. Незаметно, я вам хочу сказать. Вот мои результаты. Вот маркер. Я его двойным сделала специально здесь. И я провязала, вам скажу, где-то 7 рядов. 7 рядов с перекрещиванием. Один из рядов оказался. Так. Давайте вот так замерим. Ну, примерно получается здесь тоже 4 сантиметра. Так, давайте еще раз. Да. Вот он маркер. Получается у нас примерно 4 сантиметра. В чем трудность была? Ряд с перекрещиванием, конечно, занимает больше времени. Вот. Поэтому у меня была в помощь вот такая спица. И я, собственно, это сделал. Вот. Ну, блин, конечно, он очень клевый. Очень затягивает вот это именно вязание. Я поняла свою ошибку, почему я забросила. Я просто забыла, как это все дело затягивает. Нельзя брать вторую работу совместно вот с этой именно работой точно. Нужно сразу прям брать и довязывать. Так. И обещала вам показать еще для сравнения, сколько я провязала рукава за час. Вот мой кардиган. Ближе я вам его уже буду показывать в следующем видео. Я думаю, он будет уже готов. И вот, посмотрите. То есть пол рукава, можно смело сказать, я провязала. Сейчас мы замерим. Так. Здесь получается у меня 16 сантиметров. То есть вот такое вязание, быстрое за час, конечно, лицевой гладью. Если не нужно делать никаких перекрещиваний, никаких убавок, прибавок и так далее. То есть для сравнения, вот здесь, на этом кардигане у меня спицы номер 4. Вот. И вот на этом белоснежном облачке у меня спицы даже 4,5. Но из китмахера вязать, конечно, медленнее получается. Ну и плюс этот рисунок с перекрещиваниями. Поэтому сравнивать, конечно, скорость вязания на этом и этом процессе, ну, было бы глупо, наверное. Вот. Конечно же, кардиган лицевой гладью вяжется гораздо быстрее, когда мы переходим прям особенно на гладь без прибавок и убавок. Итак, подводя итоги нашей игры с вами, мне хочется сделать определенные выводы, да? Рассказать вам немножко о своих ощущениях. Ну, во-первых, мне, конечно, не понравилось быть привязанной к стулу, скажем так. Да, то есть час не отрываться от вязания, ни малейшего какого-то перерыва напопить водички или сделать что-то, что потребовалось сделать. Я могу параллельно готовить, что-то еще убирать. Повязала 20 минут, тут еще что-то сделала. Бывает, могу присесть и 5-6 часов вязать без передышки. По-разному бывает, но классно, когда ты понимаешь, что вот сколько захочешь, столько повяжешь. Хотя так редко бывают какие-то дела, всем периодически мешают. Но вот именно час, чтобы понять, сколько ты связал, такое соревнование мне как-то... Вот само вязание, оно в напряжении все равно получается немножко. Хотя, либо, знаете как, либо наоборот, у меня было как вот с этим моим сиреневым свитером. Я настолько вошла в кураж, что я вообще не заметила, что этот час пролетел, и мне не хотелось останавливаться, хотелось продолжать, продолжать еще вязать. Или здесь, наоборот, да, получается, мне было тяжело вязать, и мне хотелось, чтобы быстрее и быстрее это время прошло. То есть, все зависит от настроения, от, собственно, процесса. Какие еще минусы? Если, например, вязать по часу три разных проекта каждый день, да? Плотность. Меняется плотность. И ты здесь подстраиваешься, например, потуже вязать. Здесь нужно вязать посвободнее. Здесь ты вяжешь в определенной той же плотности, чтобы было поровнее. И когда ты минут пять-десять провязал, у тебя уже прям рука, получается, настраивается, и ты прям вяжешь, вяжешь один проект. А тут тебе раз и перестраиваться на другой. Только ты уже вроде как начал, только вошел в кураж, ты должен перестроиться. Но опять-таки все зависит от процесса. Вот этот процесс долго вязать невозможно. Если у тебя есть три-четыре часа свободных, одним этим вязанием не обойдешься. Вот с этим можно засесть до утра. Или с этим. Да, поэтому все это очень индивидуально. Но мне понравилось. Мне понравилось проверить, как отличаются выполнения моей работы за час на том или ином проекте. Понятно, что здесь это совсем чуть-чуть. Здесь это достаточно много. И здесь тоже, в принципе, достаточно хорошо. То есть все зависит от процесса. Пук полетел. В общем, наговорила каша мала. Как-то у меня все эмоции перепутались, переплелись. Но вывод один, что три процесса в один вечер вязать точно не нужно. И если у вас процесс какой-то идет хорошо и плывет прям как нужно, нужно прям его максимально быстро заканчивать, а не откладывать его в долгий ящик, переключаясь на другой. Потому что иначе вот этот свитер я бы довязала уже месяц назад, можно сказать, недели три назад бы точно. Но я переключилась на другие кардиганы и про него забросила и забыла. И забыла, как его классно тоже вязать, собственно. Поэтому, пока я его не закончу, я больше новенького начитать ничего не буду. Ну, то есть я вот еще точнее довяжу планку для кардигана серого. Это кардиган для мамы я вяжу. Он точно такой же, как красный у меня был в предыдущем видео. Только это будет серый кардиган. Я вам более подробно его тогда покажу еще дальше. То есть план такой. Я заканчиваю этот серый кардиган и желтый. Там у меня тоже планка осталась. Это я вам покажу все в следующем видео. И дальше я беру за зефирку. Пока я не довяжу эту зефирку, ни на какие другие проекты я отвлекаться не буду. Это я вам обещание даю, чтобы саму его исполнить. Потому что мне очень хочется поносить этот свитер еще в этом сезоне. Он тоненький, воздушный. И для весны будет самое то. Самое то. В общем, девчонки, проведите такой эксперимент. Интересно будет. И еще вернусь. Я поняла, что вот этот процесс, чтобы мне закончить, мне нужно хотя бы какие-то отдельные дни, когда у меня есть совсем мало времени на вязание, полчасика, час, брать именно его. И потихонечку вязать. Но это будет после того, как я закончу вот это. Вот. В общем, простите, если наговорила все подряд. В общем, как было в эмоциях, так и наговорила. Сценария никакого не пишу. И вообще мой канал, он такой, послушайте, когда что-то вяжете. Много каких-то дельных советов от меня, конечно же, не ждите. Я не такой профессионал еще. Но поболтать я всегда рада. Спасибо вам еще раз за ваши теплые слова под моими предыдущими видео. Мне очень приятно. И даже та критика, которая появилась, мне тоже очень приятно. Я все мнения принимаю. Не все понимаю. Но все равно буду делать так, как считаю нужно. Уж простите. Вот. А мне очень приятно. Столько добрых слов у меня. А когда появилась критика, я подумала, все. Все. Я стала популярной. У меня появились хейтеры. Ладно, ребят, я шучу. Ребята, девчонки точнее. Я шучу. Вот. Спасибо еще раз вам. Приятного просмотра. Надеюсь, вам было приятно все это посмотреть. Многое наполтало. Ну, а я буду продолжать, кстати, этот хитерочек. Пока. Продолжение следует...